Ну, я начну свой доклад с вопроса, который уже неоднократно звучал и в этой аудитории, и в других. Что такое иммунотерапия? Это эволюция, как называется наша конференция, или революция? С одной стороны, за революцию говорит то, что выживаемость пациентов с, казалось бы, так сказать, неизлечимым заболеванием, значительно увеличивался, и мы имеем на сегодняшний день уже пятилетние результаты. В этом году вручили Нобелевскую премию, или самому механеру. Но, с другой стороны, несмотря на то, что пятилетняя выживаемость достигнута у этих пациентов, мы не можем говорить о том, что мы уже их излечили. И поэтому, конечно, говорить о том, что произошла революция, наверное, немножко преждевременно. И особенно, глядываясь, так сказать, на мировую историю, можно сказать, что ни одна революция ничему хорошему не приводила. Поэтому, думаю, наверное, справа говорить об ускоренной эволюции в лечении рака легкого. И началась она, наверное, даже не с иммунотерапии, а началась она с таргетной терапии 10 лет назад. И этот вопрос очень хорошо в своей лекции осветил Федор Владимирович. Именно тогда у нас появились первые препараты, которые позволили больным, которым оставалось жить от силы 10 месяцев, продлить жизнь до 5-6 и более лет. Поэтому, наверное, слово эволюция больше подходит к пациентам, которых мы видим. И если мы посмотрим на те данные, которые мы имеем по применению первого препарата, который в первой фазе был использован 5 лет назад, это был препарат Нивлумаб, то мы увидим, что 5-летняя выживаемость у нас достигла уже 16%, что в 4 раза превышает стандартную выживаемость на препаратах платины. Вы отлично знаете, что платины применялось 30 лет подряд, различные вариации, комбинации, и, в общем-то, к сожалению, выживаемость всегда на препаратах платины была больше 10 месяцев, и 5-летняя выжимаясь не была больше 4%. Говоря об иммунотерапии, мы немножко сузим наше поле, потому что мы будем говорить только о чекпоинтах имбитеров, поскольку в пределах 20 минут невозможно осветить все возможные вариации иммунотерапии. И на сегодняшний день мы имеем 3 класса препаратов, которые ориентированы на 3 рецептора. Это рецептор CTL-FO, рецептор PD-1 и рецептор PD-L1. Мы имеем целый ряд сейчас препаратов, такие как ипилимумаб, иниволумаб, это Бристремайрсквип, и мы имеем пембролизумаб, МСД, РОЖ-генетех, атефзолизумаб, астрозенокодоролумаб, и Файзер, и мерксерона, авирилумаб. Все эти препараты при различных показаниях уже зарегистрированы и в Европе, и в Америке, и в части России, и уже, так сказать, на сегодняшний день наблюдаются определенные соревнования. Кто первый добежит до финиша, у кого препараты кажутся лучше, не чей препарат покажет лучшие результаты. Лекция называется «Настоящая и будущая иммунотерапия». Если суммировать все многочисленные исследования, которые были проведены, я не буду их все перечислять, останавливаюсь только на некоторых, то можно сформулировать несколько позиций. Во-первых, вторая линия терапии, которая наиболее является для нас актуальной, это неволумаб, атеризумаб, на сегодняшний день является стандартным лечением без определения уровня ПДЛ-1. У пациентов в высоком уровне ПДЛ-1, более 50%, рекомендована монотерапия. В то же время, конечно, таких пациентов очень-очень мало. По данной литературы, наверное, около 20%, но по собственному опыту, имея, наверное, опыт уже больше 100 больных лечения чекпоинт-ингибиторами, то у нас не более 8-10% таких пациентов встречается. Если говорить о первой линии, то уже зарегистрирована комбинация уже карпо-платина, пиметрекседа и пембролизумаба при непоскосистном раке, и также карпо-платин по критоксилбибуцезумаб и отезолизумаб, и при плоскоклевочном раке зарегистрирована комбинация кантоксанов, карпо-платина и пембролизумаба. В то же время есть убедительные данные, и в ближайшее время, я думаю, будет зарегистрировано назначение монотерапии дурволумаба после химии лучевой терапии у больных с третьей стадии рака легкого. И получены очень обнадеживающие результаты применения и пульмаба, и неволумаба у больных с высоким уровнем мутационной нагрузки, так называемой ТМБ. Эти показания отложены в рекомендации Русска, вы их можете все посмотреть. И если говорить о второй линии, которая наиболее для нас актуальна в плане иммунотерапии, то следует отметить, что назначение чекпоид-ингибиторов всегда должно следовать у больных с мутациями вслед за терапией именно таргетной, поскольку эффективность чекпоинтов у больных с мутациями существует, но, к сожалению, эти больные отвечают еще реже на терапию, и связано это с тем, что мутационная нагрузка, как правило, у этих пациентов значительно ниже. Изначально индибиторы чекпоинта сравнивались с классикой второй линии терапии, это был доцитоксил. Как видите из этого слайда, доцитоксил давал от 5 до 7% общей выживаемости, и все чекпоинты, которые мы имеем, пиметрикциты, неволомаб, тезолизумаб превысили эти цифры. Поэтому на примере первых исследований, которые были проведены с неволомабом, я вам покажу эффективность. Это было два крупных исследования третьей фазы, чекмейт 017 и 057. Это были первые исследования, которые были проведены для каждой патологии, плоскоклеточной и неплоскоклеточной, отдельно. И, соответственно, терапия была стандартной, чекпоинта ингибитор, неволомаб против стандартной дозы доцитоксила. Как видите из этого графика, при плоскоклеточном и мелкоклеточном раке лёгкого как общая выживаемость, так и выжимаясь без прогрессии была достоверно лучше. Трёхлетняя выживаемость оказалась 16 против 10%, и такие же данные были получены и при неплоскоклеточной. Трёхлетняя выживаемость 18 против 9% – это в два раза улучшение по выживаемости. При плоскоклеточном раке выживаемость не зависела от уровня PDL1, в то время как при неплоскоклеточном отмечалась тенденция к увеличению выживаемости при увеличении уровня PDL1. Тем не менее, практически все больные, которые проходили лечение неволомабом, получали преимущество от этого лечения по сравнению со стандартной схемой доцитоксила. Таким образом, уже имея трёхлетние результаты по терапии неволомаба, мы можем отметить, что преимущество достоверное. Трёхлетняя выживаемость составила 16% при плоскоклеточном раке и 18% при неплоскоклеточном раке лёгкого в рамках этих исследований. И 26-23% пациентов, отвечающих за эффект, сохранялся достаточно длительно. Серьёзных нежелательных явлений отмечено не было. Тем не менее, аналогичные исследования были проведены и при других препаратах. И, соответственно, на сегодняшний день мнение специалистов достаточно разнообразно. Имея в своём арсенале все препараты, трудно определить, какой препарат у каждого пациента лучше. Действительно, тут нужно подбирать и пациента под препарат, и препарат под пациента. Соответственно, как видите, когда спросили 5 экспертов, какой препарат лучше применять у больного с плоскоклеточным раком лёгкого, стандартный вариант, курильщик, предель позитивный, возраст до 80 лет с хорошим эпох статусом, мнения разошлись. Кто назначил неволомаб, кто назначил отоземаб, кто назначил тембролизомаб. То есть, в принципе, возможности для назначения препаратов разнообразны. Вторая часть сегодняшнего сообщения – это будущая иммунотерапия. Какие варианты нас ждут? Конечно, если говорить о том, что любая опухоль гетерогенна, и об этом сегодня уже неоднократно говорили, и её иммуногенность постоянно меняется. Во-первых, мы можем брать биопсии из разных участков опухоли, из разных педостазов, и ПДЛ будет разный. ПДЛ может меняться в течение естественного лечения опухоли. И поэтому, конечно, для того, чтобы воздействовать полностью и всесторонне на опухоль, то должна быть комбинация. Это может быть комбинация различных ингибиторов контрольных точек, таких как антистелфо и ПДЛ. Это могут быть применения различных вакцин. И, конечно, сочетание с химиотерапией, с лучевой терапией, с хирургией, и с иммуноадаптивной карти-терапией. Кроме этого, ближайшее будущее, которое нас ждёт, это, конечно, использование чекпоинт-ингибиторов при начальных стадиях рака лёгкого и при тех формах, которые исходно операбельны. Во-первых, эффективность при данной патологии значительно возрастает, как и химиотерапией, так и иммунотерапией, в связи с тем, что меньший объём опухоли подвергается воздействию. И, кроме этого, мы можем во время операции оценить результат лечения, посмотреть патоморфоз и скорректировать то или иное лечение. Конечно, очень важно то, что мы имеем. Это уровень ПДЛ-1, это на сегодняшний день не самые совершенные маркеры. Конечно, нам нужны новые маркеры. И, в первую очередь, то, что сейчас изучается уже в клинических исследованиях, но пока ещё не дошло до клинической практики, следствие своей дороговизмы. Это уровень мутационной нагрузки, тумор мутейшебуден, ТМВ, и возможности сочетания применения этого маркера вместе с уровнем ПДЛ-1. Изучаются варианты различного определения опухоли ДНК циркулирующего и, то, что я уже заговорил, выраженность маркологического ответа. В этом году на АСКО было доложено и впоследствии опубликовано в журнал New England сообщение о комбинированном применении невлумаба и пилимумаба при немелкоклеточном ракам лёгкого с использованием уровня мутационной нагрузки тумор мутейшебуден. И, как видите, из данных, которые были получены в результате, выживаемость без прогрессии оказалась значительно выше у пациентов, у которых было именно сочетание ТМВ больше 10 и ПДЛ больше 1. И, видите, красная кривая, которая проходит и дала 42% выживаемости в течение года, значительно превышает стандартную химиотерапию почти в 3 раза, 16%. То есть сочетание этих двух независимых друг от друга показателей позволяет нам лучше подобрать больного для проведения лечения. Пока предварительные данные по выживаемости ещё у нас на начальной стадии, но, тем не менее, мы уже видим, что всё-таки по общей выживаемости также эти кривые расходятся. Здесь вы можете увидеть те исследования адювантной иммунотерапии, которые на сегодняшний день проводятся в мире. Их достаточно много, и часть из них проходит и у нас в России. Я знаю, что Фёдор Владимирович занимается сейчас таким исследованием. Разные препараты. Ниволумаб, атеризумаб, дурволумаб, сочетание дурволумаба, тримилумаба, пимбролизумаб, и вторая и третья фазы исследований. И, в общем-то, в ближайшее время, конечно, исследования эти будут завершаться, но выживаемость, конечно, надо будет отслезивать ещё несколько лет. Я думаю, что, конечно, нам придётся немножко подождать, когда мы получим эти данные. Ну и, конечно, неодевантная иммунотерапия. Также, так сказать, проводится очень большое количество исследований с различными ингибиторами чекпоинта. Есть предварительные данные экспериментальные, которые показывают, что, может быть, даже неодевантная терапия, иммунотерапия более эффективна, чем адевантная, поскольку, так сказать, воздействие идёт на отеле лимфоциты более, так сказать, сильное. Но это пока всё, так сказать, теория, и насколько она подтвердится практикой, будет дальше известно. Но при неодевантной иммунотерапии мы имеем значительное преимущество, что после операции, изучив морфологически удалённые органы, мы можем определить, действительно, насколько эффективна была проведена терапия. И считается, что если осталось менее 10% живых клеток, то это хороший прогностический признак, и больной действительно может у вас жить намного-много дольше, и это может определить лечебную тактику. И краткая выдержка из одного неодевантного исследования, оно, на самом деле, было уже достаточно давно, в 2016 году, представлено на ЭСМО, многие его хорошо знают. Это два введения неволумаба за 28-14 дней до операции, в процессе обследования, не задерживая операцию, поскольку не вводится цитостатики, не нужно откладывать сроки операции. И введение хирургической операции в назначенные сроки позволило улучшить результаты лечения у практически большинства больных. Вот здесь вы видите пример, где всего, как я уже сказал, два введения неволумаба привело к значительному регрессу опухоли. Частичный ответ, как вы видите, он был зарегистрирован у 10% больных уже только после двух введений. У 18% был отмечен пациенту стабилизации, и только один больной спрогрессировал. И патоморфологическое изучение привело к тому, что в 43% нашли значительные некрозы в опухоли, что соответствовало о патоморфологическом ответе, который позволил судить о том, что иммунотерапия перед операцией – это один из таких перспективных направлений, которые, я думаю, что в ближайшее время все-таки нас позволят включить свой арсенал. Ну и хочется напомнить о возможностях тяжелых иммуно-посредственных нежелательных явлений при применении чекпоинта гибиторов. Об этом будут еще дополнительные сообщения о синдроме гиперпрогрессирования. И всегда надо быть начеку. Конечно, возможны варианты различные осложнения гибели больного, поэтому всегда на чеку надо держать шприц преднизолонным и готовым быть при первой жалобе больного вести. Ну и последнее, поскольку я вопросы не приготовил, я хочу показать вам ваше кино и ответить на вопросы, которые зайдут из зала. Спасибо за внимание. Здесь иммунная система, которая борется с микробами, с бактериями и с опухолевыми клетками. Вот видите, макрофаг гоняется за микробами. Спасибо. 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 Здесь тоже хорошо видно, как лимфоциты тоже атакуют и передают друг другу информацию. Вот в частности, видите. Так что будем надеяться, что наша революция когда-нибудь завершится все-таки революцией. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за блестящий доклад. Вы упоминали, что нам действительно нужны маркеры, которые могли бы предсказать максимальный ответ на терапию. В том числе Вы упоминали про ТМВ и ПДЛ-экспрессию. В частности, исследование по неволумамамбу показало. Насколько Вы для себя считаете, что это будет для нас наиболее лучшим инструментом в отношении определения такой группы таргетной для назначения препаратов? Ну, к сожалению, те маркеры, которые мы имеем, они недостаточно эффективны. И действительно, если мы будем иметь уже комплекс каких-то, так сказать, показателей, которые можно объединить будет и на основании этого комплекса принять ощущение, это уже будет хороший подспорье. Потому что, действительно, если у больного нет ПДЛ, это не значит, что он не ответит на лечение. Мы могли, так сказать, взять больного с отрицательным истинным ПДЛ, и он не ответит на лечение. Мы могли взять опухоль, так сказать, не из того места, поскольку она гетерогенная, и она, опять-таки, будет ПДЛ отрицательна, и тот же ПДЛ может в процессе лечения поменяться. Поэтому, по большому счету, конечно, на сегодняшний день любой пациент, у которого исчерпаны все возможные методы лечения, он является кандидатом для иммунотерапии, даже если он ПДЛ отрицательный. Но как только мы обогатимся новыми знаниями и получим какие-то данные, то я думаю, что будет хорошо. Потому что ТМБИН на сегодняшний день – это показатель интересный, но пока еще для клиники, в следствии своей дороговизни, малопригодный. Если будет какая-то модификация этого метода, о чем сейчас на чем сейчас работает, который позволит удешевить процесс его определения, то это будет очень хорошо. И буквально маленький вопрос, маленький ответ. Как долго все-таки Вы для себя видите целесообразное назначение антипеди препаратов? Ну, вопрос тоже на сегодняшний день до конца еще нерешенный. На сегодняшний день при разной патологии, в частности, после химии лучевой, в течение года назначают препарат по показаниям. В первых исследованиях они назначались до прогрессии. Есть больные, которые получают его уже в течение пяти лет. Но учитывая то, что все-таки эффект развивается иногда достаточно быстро, есть случаи, когда после одного введения пациенты давали выраженный ответ. Я считаю, что, конечно, наверное, тот факт, что еще и насыщение рецепторов тоже происходит достаточно быстро. Даже на дозе, которая в 10 раз меньше, стандартной уже насыщается 70% рецепторов. Поэтому возможно, что будут какие-то, так сказать, модификации и с дозами. Я думаю, что пока на сегодняшний день проходит лечение до прогрессии. Что будет дальше, какие будут показатели, трудно сказать. Но возможно, модификации дозы, все-таки насыщающие дозы и потом поддерживающие. Мне кажется, все-таки должна быть такой перспектива. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо большое за блестящий доклад. Спасибо.